И медики тоже иногда болеют. Правда, для Эдуарда Калиманова, работника скорой помощи, а по совместительству руководителя профсоюза защита, больничный оказался фатальным. Все началось в начале июля. Первого числа, когда у меня должна быть смена по графику, я заболел, о чем предупредило руководство непосредственно телефонным звонком. В первый день заболевания я не обращался, хотя бы даже в силу того, что это был день выходной. Второго числа я обратился в поликлинику, где меня встретили вопросом, не являюсь ли я работником станции скорой помощи, что меня удивило, и мне показалось, что это предвзятое отношение ко мне. С поставленным в поликлинике диагнозом Калиманов не согласился. Прошел обследование в частной клинике и вернулся к своему лечащему врачу с результатами. Мне был открыт больничный с 4 числа, то есть в день обращения уже после проведенных исследований. От первого числа они отказались отказывать, прокомментировав этого, что не могут якобы. Все документы 13 числа, когда меня запросили объяснительную, я предоставил. А 17 числа меня вызвали в кабинет начальника отдела кадров, вручили, не ознакомив приказ об увольнении, и сказали, что я уволен в качестве дисциплинарного взыскания. Это уже не первый случай, когда начальство пытается избавиться от революционеров в белом халате. В прошлый раз Калиманову удалось отстоять свои интересы и сохранить работу. Получится ли это теперь, неизвестно. Но на защиту председателя профсоюза работников скорой помощи уже встали представители других профсоюзных движений Иванова. Я именно как председатель профсоюза, также свободного профсоюза, считаю, что данные меры, которые были применены к лидеру профсоюзной организации станции скорой помощи, являются попыткой влияния на профсоюз, давления на профсоюз, может быть даже с целью развала профсоюзного движения как такового на территории этого предприятия. Для того, чтобы работодателю было удобней исполнять свои желания на территории данной станции скорой помощи. От Эдуарда бы пытались избавиться с такой поспешностью, что даже не соизволили соблюсти некоторые обязательные процедуры. Так, например, по Трудовому кодексу, прежде чем уволить человека, работодатель должен доказать, действительно ли это был прогул. Сделано это не было. Теперь председатель профсоюза защиты защищать себя вынужден сам. Он собирается подавать на работодателя в суд. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иванова. Продолжение следует...